Игорь Гурьянов Но мы-то с вами, уважаемые телезрители, помним слова другой песни У природы нет плохой погоды, а весна это вообще не климат, не погода и не температура Весна это настроение Вот его-то позитивное и рабочее Будем вместе с вами и героями нашей программы создавать Прямо сейчас Съемочным повередом для нашей сегодняшней программы Послужат пролеты кислородно-конвертерного цеха И в частности, шестой машины непрерывного литья заготовок Где мы в данный момент находимся Именно в ККЦ трудятся герои нашего первого материала Да не просто трудятся, а Столевара И вдруг после 25-летнего репортерского стажа Автор этих строк слегка оробел О ком только не приходилось рассказывать Кто только не становился героями моих репортажей А вот с человеком, у которого в трудовой записано Столевар Удалось поговорить только сейчас Это Дмитрий Старков Столевар участка в непечной обработке стали Кислородно-конвертерного цеха Как закончил в 96-м году индустриальный колледж Да так и прикипел К очень непростому производству Сказать, что Столевары на особом счету Значит не сказать ничего Во-первых, их мало На этом участке всего 8 Ну а во-вторых, нигде больше На рабочей должности Не встречишь человека с таким объемом функционала И самое главное, таким грузом персональной ответственности За конечный результат Первые 15 минут встреч мы просто наблюдали Когда же Дмитрий остановится Бесполезно От компьютера к пульту Оттуда ко второму компьютеру или микрофону Через секунду в обратной последовательности Словом, работа далеко не сидячая Даже на пульте управления Честно признавшись в глубоком дилетантизме Интересуемся, а в чем собственно работа Столевара заключается Какова моторика действий Сражены образностью сравнений Давайте будем сравнивать С готовкой, допустим, супа того же Вот на конвертере Бульон сварили Там немножко посолили Привезли нам, а мы уже там Добавляем все Чтобы получилась лапша, лапша Лук, лук Там солянка, солянка Лук добавь там Если так сравнивать Ну по химическим элементам Я вам рассказывать не буду Давно вместе с Мартенами Канули в лето классические кадры Как Столевар бросает что-то громадной лопатой В чрево печи Сегодня все автоматизировано Но присутствие человека все же требует Продолжая кулинарные аналогии Дмитрий повешивает что-то в кастрюле К громадным паломникам Видит только понятное ему И спешит на пуль Кастрюля впечатляет Вместе с супом она весит 580 тонн Когда сталь будет готова Столевар ставит свою собственную подпись Под параметрами металла И его соответствие заявлено Это о персональной ответственности Тем временем мы на крышке Той самой гигантской кастрюли Под нами сотни тонн в тысячи градусов Близко от расплавленной стали Не приходилось стоять еще никогда Шутковатое ощущение Так что продолжим на пункте Есть люди и Дмитрий из таких Которые с трудом отвечают На заврядный в общем-то вопрос Нравится ли работа Оценочный критерий возможен Когда есть с чем сравнивать Эти люди настолько внутри производства А производство это настолько их часть Что спрашивать о работе Все равно что спрашивать Нравится ли им их правая рука Или четвертое ребро слева Если бы не нравилось Наверное нашел бы место где-нибудь Не такое денежное Как здесь На порядок Меньше в городе платят Ну Докипел Скажем так И тем более больше ничего не умею Как профессию получил Все Деваться нам больше не было Если там Те же электрики Механики Где-то могут на стороне Со своей профессией Работу найти То мы стали в оружии Только сюда Больше никак Деваться некуда Это вдруг напомнило За Волгой для нас земли нет Это не обреченность Загнанных в угол Скорее признание сильным Истины какой она есть Это в древности Металлургов Кузнецов Приравнивали к богам А Сталевар Это просто человек Конечно штучной расфасовки И особого склада Человек У которого надо Превалирует над хочу Который без ложной скромности Говорит Я сварил эту сталь И ставит подпись Под этим признанием И если чего и хочет В этой жизни Так это чтобы дети С гордостью говорили Мой папка Сталевар А дети у Дмитрия есть Официальные хроники В ТВ ММК В Москве в рамках Юбилейной Десятой Недели российского бизнеса Прошел 26 съезд Российского союза Промышленников и предпринимателей И 11 съезд Общероссийского объединения Работодателей РСПП В работе съезда Приняла участие Делегация Регионального союза Промышленников и предпринимателей Избранная В ходе Недавнего Объединенного Заседания правления Челябинской областной Общественной организации И ассоциации Работодателей СПП Проходившего В начале марта В горнолыжном центре ММК Абзакова Напомним Ее возглавляет Президент Челябинской областной Ассоциации Работодателей СПП Председатель Совета директоров ОАО ММК Член Бюро правления Российского союза Директор Рашников По традиции В съезде РСПП Принял участие Президент России Владимир Путин И члены Экономического Блока правительства Страны В ходе Недели Российского Бизнеса Предприниматели И представители Органов Власти Обсуждают Налоговые И финансовые Вопросы Инвестиционный Климат Устранение Административных Барьеров Рынок труда И социальные Инвестиции А также Опыт Формирования Регионального Экономического Партнерства Кроме того В рамках Недели Российского Бизнеса Будут подведены Итоги Всероссийских Конкурсов РСПП За 2016 Год Награды Получат Победители Конкурса Лидеры Российского Бизнеса Динамика И ответственность 2016 В этом году Магнитогорский Металлургический Комбинат Вошел в число Победителей В номинации За развитие Межсекторного Партнерства В решении Социальных проблем Территорий Какой крючок Впечатляющий Впрочем На ММК Все порождает Своими масштабами В том числе Промышленные Сводки По итогам 2016 Года Магнитогорский Металлургический Комбинат Увеличил Объемы Реализации Оцинкованного Проката На 9% Такая информация Прозвучала На 12 Международной Конференции Оцинкованный И окрашенный Прокат Тенденции Производства И потребления В 2017 Году Которая проходила На этой неделе В Москве Сложная Конъюнктура Рынка Не помешала Магнитогорскому Металлургическому Комбинату Выйти на рекордные Объемы Реализации На российском рынке Свыше 1 миллиона Тон Оцинкованного Проката Объем поставок Проката С полимерным Покрытием Достиг В прошлом году 322 тысяч тонн Всего же Емкость Российского рынка Оцинкованного Проката В 2016 Году Составила Более 2,5 миллионов Тон А рынка Проката Отраслевого Журнала Металлоснабжения Избыт Магнитогорский Металлургический Комбинат Занял первое Место Среди Производителей Оцинкованного И окрашенного Проката По результатам Работы В 2016 Году При этом ММК Ожидает Дальнейшего Увеличения Объемов Реализации В настоящее Время Ведется Строительство Еще одной Линии Непрерывного Горячего Цинкования Мощностью До 360 Тон В год Запуск Который Запланирован На 2017 Год Накануне Магнитогорский Металлургический Комбинат Посетила Делегация Автоваза Во главе С президентом Компании Николя Мором В ходе визита Гости побывали Вот здесь Кислородно Конвертерном Цехе Также Листопрокатном Цехе Номер 11 Где расположен Новейший Комплекс Холодной Прокатки Предназначенный В первую Очередь Для выпуска Высококачественного Автомобильного Листа Делегация Крупнейшего Партнера Магнитки В автомобиле Строительной Отрасли Посмотрела Как производится Современный Автолист В том числе Для новейших Моделей Автоваза Lada Vesta И Lada X-Ray Для выпуска Этих моделей ММК С 2015 Года Ведет Отгрузку Опытно Промышленных И промышленных Партий Холоднокатанного И горячее Оцинкованного Ролонного Проката Из низкоуглеродистых И особо Во время визита Также состоялась Встреча Генерального Директора ОАО Магнитогорский Металлургический Комбинат Павла Шиляева И президента ПАО Автоваз Николямора На которой Обсуждались Вопросы Текущего Сотрудничества Компаний И дальнейшие Перспективы Партнерства Принимающая Страна Подтвердила Нацеленность ММК На развитие Производства Автолистового Проката В полном Соответствии С самыми Современными Требованиями К такого Рода Продукции И еще Из промышленных Сводок Магнитогорский Металлургический Комбинат Принял решение О модернизации Машины Непрерывного Литья Заготовок Номер 6 Напомню Именно здесь Мы сейчас Находимся И толстолистового Стана 5000 С целью Производства Горячекатанного Проката Из сляба Толщиной 350 Миллиметров Модернизация Позволит Расширить Сортамент ОАО ММК За счет Освоения Новых Высокомаржинальных Видов Продукции Повысить Производительность Посредством Увеличения Массы Сляба И улучшить Выход Годного При массовом Производстве Толстолистового Проката Проект Включая Все работы По модификации И монтажу А также Пусконалодочные Работы Планируется Закончить До конца 2017 Года В настоящее Время МНЛЗ Номер 6 Производит Слябы Толщиной 190 250 300 Миллиметров В перспективе Планируется Расширить Сортамент За счет Производства Слябов Толщиной 350 Миллиметров Контракт На поставку Оборудования И разработку Технологии Производства Нового Сортамента Заключен С СМС Групп Напоминаю ТВ ММК В эфире В углеподготовительном Цехе Коксохимического Производства У АО ММК Запущен Новый Передвижной Разгрузочный Комплекс Он заменил Старый Вагоно-опрокидыватель Который Работал Еще С 1976 Года На торжественном Митинге Посвященном Знаковому Для предприятия Событию Побывал Наш Корреспондент Запуск Любого Нового Объекта На Магнитогорском Металлургическом Всегда значимое событие Не стал исключением И этот комплекс И вот Красная ленточка Перерезана Разбивается Бутылка шампанского Новый Вагоно-опрокидыватель Начинает работу 20 вагонов в час Такова Производительность Нового Вагоно-опрокидывателя Это в два раза Больше Чем было раньше Такой темп Даст толчок Развитию Не только Углеподготовительному Цеху Но и Коксохимическому Производству В целом А значит Скажется На более Качественной Работе Всего Комбината Прогресс не стоит На месте На замену Старому Вагоно-опрокидывателю Который работал с 1976 года Причел современнейший Разгрузочный И по-настоящему Многофункциональный Комплекс Кроме речения Чистоэкономических Задач С его запуском Значительно улучшатся И условия труда В углеподготовительном Цехе На старом Вагоно-опрокидывателе Не было Пробоотборника Входящих угольных Концентратов А на этом Как мы видим Уже на толкателе Мы будем 100% Отбирать на качество Весь уголь Который приходит нам На металлургический комбинант Он включает в себя Сам Вагоно-опрокидыватель Вагоно-толкатель Пробоотборная машина И уборочная машина То есть Это позволит нам Нормально вести Технологию Среднение угольных Концентратов На угольном складе И Выгрузку вагонов Отметим По словам Начальника Углеподготовительного Цеха Олега Булановича Планируется Что новый комплекс Прослужит Не менее 25 лет А мы продолжаем Портретную галерею Героев производства Герой нашего Следующего материала Не кулинар Хотя пироги Печет регулярно Правда В его печи Витают ароматы Не корицы и ванилина А сероводорода И аммиака Этот пекоработник Четвертой Аглофабрики Виктор Бальков Недавно Он был признан Лучшим мастером Аглоцеха Магнитогорского Металлургического Комбината На должность Дробильщика Агломерата Только что Отслуживший в армии Виктор Бальков Пришел Как шутит наш герой Еще в прошлом веке В 1999 году Сложную науку Агломератчика Парень постигал руками Получалось Подающего надежды Специалисты Заметили Поставили Агломератчиком А позже После окончания Технического университета Умудренного Профессиональными знаниями Опытного работника Назначили Мастером участка Справляется он Со своей задачей Довольно таки хорошо Бригада 2 Не разу занимала Первые места По Работе коллектива Аглофабрики номер 4 Отношение к работе У него серьезное Поэтому Он в принципе Нас никогда не подводил Все задания Выданные мной Как начальник участка Он выполняет В полном объеме Работа агломератчика Не из легких Большая часть смены Приходится на физический труд Прибавьте сюда Жар от проплывающего По ленте раскаленного Пирога Железнорода И концентратов А также вездесущую пыль И получите цену Спекаемого Для доменного цеха Кокса Не обойтись на печах И без специальных знаний Загрузка Влага Зажигание Вот святая Агломерационная троица Их пропорции Необходимо соблюдать В точности Иначе в дальнейшем Проблемы возникнут Уже в процессе Разливки В доменном цехе В начале года С выполнением плана И соблюдением качества На участке Виктора Валькова Дела обстояли Лучше чем во всем цехе В одиночку Горящее дело По спеканию агломерата Не осилить Поэтому звание Лучшего мастера Участка в аглоцехе Виктор Владимирович Без сомнения Делит Со всей своей бригадой Ну как говорится Не боги горшки Обжигают То есть Люди учатся чему-то Практически Весь персонал у нас Либо с техническим Образованием Либо с высшим образованием То есть Обучаем Работаем Да Тяжело Немножко Грязновато Но тем не менее Учимся Работаем А мы продолжаем Рассказывать О работниках Магнитогорского Металлургического Комбината Которых признали Лучшим И по итогам Минувшего месяца Герой нашего Очередного сюжета Старший мастер Кислородного цеха Андрей Григорьев Андрей Анатольевич Пришел в кислородный цех В 2001 году После окончания МГТУ В то время В цехе проходила Масштабная реконструкция Седьмой воздухоразделительной установки И как раз Была нужна Толковая молодежь Затем Последовала реконструкция Шестой установки Разделения воздуха Где Андрей Григорьев Принимал Самое непосредственное Участие За 16 лет В цехе Андрей Анатольевич Досконально изучил Особенности работы Оборудования Начинал аппаратчиком А с 2009 года Работает старшим мастером У него есть Действительно Жилка Руководителя Очень ответственный Занимается Рационализаторством С товарищами по работе Достаточно корректен В общем-то Его уважают Все Можем Любого рабочего спросить Пользоваться Действительно Авторитетом и уважением Мягкий, но требовательный Так характеризует Андрея Григорьева Заместитель начальника Кислородного цеха Николай Недов Целеустремленный И человечный Добавляет подчиненная Григорьева Кстати Григорьев и Хороший семьянин Он отец Четверых детей Мы с Андреем Работаем Очень давно Уже порядка 10-12 лет Все вполне Устраивает Все как руководитель Очень даже Авторитетно Перспективно В этом году На ММК Начинается строительство Современного блока Разделения воздуха На пятой Кислородной станции Каждый час Он будет производить 35 тысяч Кубометров кислорода 30 тысяч Кубометров азота И тысячу Кубометров аргона Вскоре Андрей Анатольевич Перейдет туда Исполняющим Обязанности Начальника участка Как любой Действительно Радеющий За свое дело Профессионал Андрей Анатольевич Ждет новшества С энтузиазмом Хотя понимает Работы будет много Очень интересные Как бы Работы Задачи Совсем другие Уже не связаны Как бы Непосредственно С производством кислорода Пока строительство Изучение нового оборудования Блок будет Совсем Другой С Высоким давлением Кислорода Азота Непосредственно Блок В данном случае Здесь У нас На комбинате Такого еще не было Сейчас на пятой станции Идет подготовительный этап Размечается площадка Демонтируется Часть старых зданий А летом Здесь приступят К закладке Фундамента Для строительства В эксплуатацию Новый блок Будет пущен В октябре Следующего года И хватит В конце концов О работе Ведь на дворе Весна Дама может быть Капризная И ветреная Но чертовски красивая Это мы к тому Что накануне Стартовал Первый отборочный тур Конкурса Молодых работниц Группы компании ММК Профсоюзные девчата В прошлом году Этот женский конкурс Был организован Профсоюзным комитетом Городообразующего предприятия В качестве эксперимента Мероприятие пришлось По душе Молодежи И отборочный тур Второго конкурса Собрал В стенах Левобережного Дворца культуры Металлургов Настоящий аншлаг Конкурс Профсоюзные девчата В этом году Собрал 13 команд Из различных подразделений Группы компании ММК Самые молодые Смелые Красивые Талантливые Работницы Городообразующего предприятия Вступили в борьбу За право Называться Лучшей женской командой 2017 года Это команда Управления подготовки Производства Команда Успешных Привлекательных И просто Восхитительных Девушек Мы впервые Участвуем в конкурсе Ну конечно Немножко волнительно Но надеемся на победу Надеемся на вашу поддержку Друзья УПП рядом 2017 объявлен В России Годом экологии Задание Для первого Отборочного тура Организаторы Конкурса Представители Правкома ММК Подобрали В духе времени Девушкам Предстояло Продемонстрировать Свой собственный Экологический проект В средствах Никого не ограничивали Конкурсантки Шутили Пели Танцевали Читали стихи Нашлось место Даже производственному Стриптизу Ну а что вы хотели? Какие средства Индивидуальной защиты? Такой стриптиз Впереди у девушек Несколько конкурсных этапов Финал профсоюзных девчат Запланирован на июль В него выйдут Пять лучших команд Два конкурса Отборочных у нас Будут творческих Это сегодня И 10 июня Мы будем проводить его На базе Уральских зарей Один конкурс у нас Будет спортивный И один из конкурсов Будем проводить В караоке-клубе Он будет как вокальный Главная задача конкурса Сплочение Производственных коллективов Совместные переживания Радость Волнение за себя И свою команду Которые испытывают Конкурсантки И их болельщики Оставляют незабываемые впечатления И еще о женщинах Отличницы производства И активистки-вокалистки Участницы Поп-фолл Консамбля Хуторянка Уже пять лет Радуют коллег по цеху Своим творчеством Все они Работают В ОТК ММК Метис А концертные номера Репетируют Свободное от производства Время Говорят Без выступлений Жить уже не могут А началась история Коллектива Банально С заводского конкурса Караоке Так поем Ми-и-и-и-я Стоп Поехали Ми-и-и-я Активные и красивые Молодые и задорные Участницы поп-фольк Коллектива Хуторянка Собираются на репетиции В Дворце культуры Метизников Два раза в неделю Иногда чаще Насколько позволяет Рабочий график Ведь все они Работницы отдела Технического контроля ММК Метис В вокалистах Нет музыкального образования Они не знают Нотный грамот И говорят поют сердцем и душой. Их музыкальный руководитель согласен. Девчонки выкладываются на все 100%. Девчонки очень талантливые, очень мобильные, артистичные. Схватывают они быстро. Мы совместными усилиями готовим программу. Вот уже пять лет ни один заводской праздник не обходится без их выступления. Началась история коллектива неожиданно и даже спонтанно. В 2012 году на метизно-калибровочном заводе решили провести конкурс в караоке, приуроченной к юбилею предприятия. Работницы ОТК приняли в нем участие. Руководитель ансамбля Ирина Михадюк вспоминает, тогда и сама встала у микрофона. Надо было поддержать коллектив. И для нас это был такой новый жизненный опыт, который очень интересный. Очень интересный, очень такой воодушевляющий, когда адреналин играет, когда стоишь за кулисой и сопереживаешь тем, кто выступает, готовишься сам. Девушки прошли финал, заняли в итоге первое место и настолько загорелись этим делом, что решили, надо продолжать. Организовали ансамбль и понеслось. Все концертные номера готовятся в свободное от работы время, ведь каждая из девушек – профессионал своего дела и ответственный работник. Наталья Маврина – второй голос коллектива, работает контролером в стали проволочном цехе. Она принимает продукцию на склады, готовит и отгружает ее потребителю. А после рабочей смены бежит на репетиции ансамбля. Признается тяжело, времени не хватает, но оно того стоит. Вы знаете, нас очень любят наши работники завода, потому что мы с ними работаем бок о бок в цехах, они нас все знают, они нас очень тепло и с любовью всегда встречают на сцене. Людмила Колесова соглашается. Она тоже с удовольствием совмещает вокальное и инструментальное. Больше 17 лет Людмила работает в инструментальном цехе завода. Начинала с должности контролера, а сегодня уже мастер контролирует технологический инструмент для готовой продукции. Чертежи довольно-таки сложные, допуски очень точные, сотки мы ловим. Это все у нас идет микрометрами, нутромерами, угломерами, штангенцирку. Не менее интересные приспособления для работы и у Светланы Сорокиной. Вот такой гребенкой она проверяет длину саморезов и их единообразие, замеряет диаметр каждого произведенного болтика. В музыке она тоже точна и критично, доводит до совершенства каждую ноту. Коллектив у нас настолько дружный, что мы друг друга понимаем с полуслова. Даже если вот когда мы разучиваем какую-то песню на каких-то репетициях, кто-то кому-то помогает всегда. Мы всем друг другу, ну все друг другу помогаем. А иначе никак перед участницами коллектива непростая задача самим придумать концертные номера, отрепетировать их, подобрать репертуар, сделать из песни небольшой спектакль с сюжетом, диалогами и яркими костюмами. Я хочу сказать большое спасибо, выразить огромную благодарность начальнику управления социальных программ Олегу Валентиновичу Парфилову за то, что он нам оказывает помощь, также администрации завода, профсоюзному комитету ООО и ММК Метису за то, что они нам помогают. У нас сапожки, видите, мы в Тулябинске шили на заказ по специальному лекалу. Мы очень гордимся своими ботиночками, поэтому спасибо большое руководству завода. Участница коллектива уже сегодня готовится к празднику 9 мая. В очередной раз они порадуют яркими номерами коллег и соратников. Выступают пока только для своих, но глядя на размах девичьей души, невольно думаешь, скоро в Хударянке на заводской сцене станет тесно. И снова песни у Магнитной горы. Так назывался телепроект 1 февраля, посвященный 85-летнему юбилею флагмана. Центральная часть у этого проекта не по информационной насыщенности, а по тому самому весеннему настроению стал флешмоб в стенах завода управления. Забыли? Напоминаю. Возьмите газету. Словно в песне у Магнитной горы, Слово вспыхнули былые костры, И пришли на свет костра молодые мастера И с далекой до макетной полы. Сердце я навек сохраню, Искреннюю преданность вам. Братья по судьбе, Братья по огню, Братья по горячим делам. Болы жизни, волы бед и побед, Над магниткой нашей юности свет. Братья по горячим делам. Братья по горячим делам. Говорят, что надо жить с огоньком, Мы дружили с настоящим огнем. Воды трогает до слез, Шепот с осен и берез, Свет трон и омытой первым дождем. Братья по горячим делам. Братья по горячим делам. Братья по горячим делам. Братья по горячим делам. Искреннюю преданность вам. Братья по судьбе, братья по огню, братья по горячим делам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова